Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Energy Gaming TV. Я вас категорически приветствую. И мы продолжаем прохождение игры под названием Виргиния. Или Вирджиния, если честно, уже начинаю сомневаться в правильности названия. Ну, вроде как правильно, вроде как всё-таки Виргиния. Собственно, это третья её часть. Предыдущая часть у нас закончилась на том, что мы застали отца потерявшегося мальчика с какой-то женщиной. Как я понял, это всё-таки не мать, не его жена, какая-то левая баба. И мы решили проникнуть в дом. Собственно, поехали. Ага, мы снова проникновение делаем. Ну, это мы с вами уже видели в конце предыдущей серии, но я уже не буду так скипать и паузу делать, и перезаписывать. Я думаю, ничего страшного, тут, по сути, мы потеряли всего лишь буквально 30 секунд. Сейчас это начнёт заломать. У неё не получится. И она даст спицу. Ну, правильно, у меня много часов взлома в Fallout 4, так что... Ну, а тем более с такой аппаратурой-то что, что не взломать-то, да? А, она взломала просто, это мы, значит, получается, она нам подарила. Подарок от напарницы. Так, ну и, соответственно, мы теперь будем уже обыскивать конкретно хату, да? Но я понимаю, конкретно нужно обыскивать всё-таки комнату. Прямо наши напарницы сразу целенаправлены сюда. Так, ещё раз осмотримся, подожди, шкаф. Эп. Ну что, напарник, есть что-нибудь? Что там, бельё решила посмотреть? Давай тогда я пока что-нибудь другое посмотрю. Так. О, кстати, ванная. Мне писали, да, ещё, ребят, тоже хочу ответить на этот вопрос. Ну, точнее, не вопрос, а комментарий. Человек, мой постоянный подписчик, Миксер ББ, да, писал. Ну, то, что я много пропустил, много... Ну, не внимательно. Ребят, просто, да, бывает, когда играешь и озвучиваешь, то бывает что-то... Ну, по крайней мере, у меня, и не только у меня я замечал такую вот проблему, что много где-то что-то пропускаешь. И когда ты даже сам смотришь свою запись, вот я смотрю, допустим, и я вижу, что вот, например, вот здесь вот это пропустил, да? А когда играешь, почему-то, ну, как-то не видно, потому что внимание рассеяно, видать, за счёт того, что ты ещё общаешься. Ну, и вот общаешься, точнее, разговариваешь, ведёшь монолог. Так, ладно, чё, значит, нам в твоей комнате надо больше что ещё тут может быть, да? Напарница что-то залипла. Может быть, надо обыскать шкафы. Что значит? Может быть, что-нибудь на столе. Так. Поэтому тут есть такой вот факт потери внимательности. Когда ты смотришь, ты видишь больше, чем тот, кто играет. Это факт, на самом деле. Ну, у кого-то, конечно, это не мешает. Кто-то играет и видит нормально всё. Ну, вот я вот такой вот человек, видать, более рассеянный. Так, ну сюда мы войти не можем. Так, опачки. Отлично. Скрипит дверь. Ну, это, получается, субтитры, озвучки всего, что происходит, это я сам включил. По сути, это можно даже отключить, чтобы оно, знаете, оно как-то... Лично я не знаю, как важно, но оно меня смешит. И... Вот, перевод. Так, тексты будут сопровождаться переводом. Ну, вот, получается, да, наверное, вот эта тема отключается. Это проверим, по сути. Это же не сложно. Просто, ну, нафиг надо, там, скрипит дверь, там, не знаю, там... Почесал пятку, там, почесал гузну. Ух ты. Да, наш священник, да ещё и охотник. Ты смотри, какой у него арсенал-то жёсткий, да? Интересно. А разрешение у него есть на всё это дело? Так. Библия. Алтарь. Без картин, без икон что-то. Фотографии нету, как-то странно. Может быть, это какой-нибудь баг? Так, стол. Давайте осмотримся. Открывай. Эть, что ты, сил не хватает, кашу не ела, что ли? Опа. Что это за книжка? А, она неинтересна, да? Давай эту жёлтенькую. Шкатулочка. Так, ещё. Ага. Приехали в какую-то гостиницу, что ли? Мы, типа, здесь сегодня будем ночевать? Многие говорят, что игра очень похожа атмосферой на сериал «Квинт Пикс». Также там тоже было нифига непонятно. Я опять же говорю то, что я сам этот сериал не помню. Мне сами, кстати, текст этот... Нет, давай я верну, наверное, обратно текст. Ну, так вот, всё, текст вернул, всё как было. В общем, то, что сериал... Ну, похожа на игра на сериал. Тоже там такая же была непонятная подача, да? Никто тебе ничего изначально не рассказывает тут, в общем. Ну, и как бы я говорил то, что создатели данной игры черпали вдохновение оттуда. Что это за автомат? Ну, понятно. Ой, ё-моё. Ты чё? Чё там держишь? Кольцо? Обручание, что ли? А я чё? Типа, я должен хранить это кольцо, у меня тоже хочу зайти. Смотрите, какое полное заведение. Сколько народу. Это что такое? Полотенце? Еле очень толстая салфетка. Так вот просто зашли, да, скоммуниздились сразу же. Ну, я так понимаю, здесь индивидуальная музыка, так что авторского права его быть никакого не может. Надеюсь на это искренне. Смотрите, татуированная старая барменша. Какой-то рок-бар, но при этом играет нифига не рок. Ну, ладно. Общается. Это твой ухажёр? У тебя подмышки, по-моему, сплотили. Привет. Залипаешь? Кстати, музыка прикольная. Что я скажу. Так, мне, наверное, туда не надо, да? Сейчас мы откроемся с какие-то дядьки. Так, ничего. Сюда тоже не надо. Может мне надо с барменом поговорить? Ну-ка так, попробуем. В любом случае, всегда всё знает бармен. Нет, с барменом у меня не о чём разговаривать, да? Блин. Ну, там ещё можно сейчас всё осмотреть, всё по порядку. Можно в дартс поиграть. Пойдём тогда за сцену пройдём. Туда, там слева вроде тоже какой-то проходик есть, да? Давайте я спою. Я офигенно пою. Нет, сюда мы не пройдём. Что нужно сделать-то? Или мне, может, надо уйти отсюда? Или сесть где-нибудь? А, вот, сесть. Отлично. Наслаждаемся музыкой. Опачки. Что, ты меня склеить, что ли, решил? Я тебе сейчас синяк тебе поставлю куда-нибудь. Опа! Всё, отвали! У меня... Чё такое? Чё ты отмахиваешься? Ага, всё. У меня муж внезапно появился. Сейчас затемнение. А, встать я не могу, да? Протушили свет. Но я ничем взаимодействовать не могу пока. Музыка остаётся громче. Самое лучшее место, пацаниншка, тупо. Мёртвая птичка. Ооо, насинячились-то, ё-моё! Расколбас. Нормально вы работаете. Вы видели мёртвую птичку и такие, давай набухаемся. А почему мёртвая птичка у этого отца? Интересно. Ух ты! Наш... Наш баба, как говорится. Смотри, как отрывает. Ну, давай. Сразу до дна. Ээээ. Красиво. Ну, для данной игры, конечно. Давай, насиняящимся. О, четверг. Вот так вот мы, собственно, среду, вечер среды проводили. Звуки машин далеке. Что-то я не слышу никаких звук машин. Так, смотри-ка. Ну, зато бухнуло, спала как убитая. И никаких кошмаров ей не снилось. Хотя, рано пока загадывать. Мы ещё не знаем, сон это или явь. Так. О, вообще, наде... А, это мы где? Мы, это не у себя дома. Так-то. Ладно, мы нашли в шкатулке... Винишко. О. Это что такое? Что за амбарный замок? Непонятно. Может, нас всё-таки кто-то склеил? Ай-яй-яй. Ты смотри, там склейщик, блин, у меня это... Агент ФИБР сидел. А, выход. Опачки. Такое ощущение, как будто мы в какой-то... Ну, находимся не в квартире, а... Такой студии, что ли, где отдыхают. Может быть, звёзды. Хотя, может, и квартира такая. Да нет, это вряд ли студия, конечно. Так. Это что такое? Перо. Перо птицы. Не, ну, сами священник, он охотник. Может быть, он ловит птиц, ну, хотя, если у него там посадить какое у него оружие, после выстрела из такого оружия, от таких птиц ничего не останется. Плакатики. Блин, какой-то здесь хлам. Здесь кто-то переехал недавно, но ещё не успел разобрать вещи. А что, зачем здесь кассовый аппарат? Ладно, пошли ниже. Можем во все комнаты заходить. Где-то я слышу вода шумит, что ли. О! Вообще какая-то палата. С решётками. Интересно. Так. Ещё мы можем на неё привезти, что ли? Палата. И что? Что-то я, если честно, сейчас немножко не догнал вообще это действие. Кислородный баллон. С маской. Хм. Так, шкаф ничего. Здесь всё, да, вроде бы? Смотрим, круглышок нигде не появляется. Чтобы сюда больше не возвращаться уже. Не, ну вроде всё. Ладно. Пошли ниже. Это всё-таки, наверное, чья-то квартира. Просто здесь кого-то содержали в палате. Ну, в смысле, кровать такая нужна была. Кто-то был неходибельный, что ли. Блин, это ванная. Это я понимаю. Это вот, это, блин, просто ванище, я бы сказала, не ванная. Ну, в смысле, не ванище, в смысле вонь, а в смысле ванище, в смысле ванная большая. С подставкой, да? Это как раз вот для, ну, для людей с ограниченными возможностями, грубо говоря, если инвалид, то, наверное, для этого дело. Да, Саня, вот. Нифига, тут, Саня, что сделано-то, как круто. Сел такой. Прикольно, на самом деле. Хотя, на самом деле, ничего прикольного. Масло, что? Что на завтрак? Яички? А где колбаса там что-нибудь? Так, там помидорки, лук. О! Типа, она, значит, кому-то еще, что ли, готовит? Интересно, что там наверху за замок-то был? Почему там одна комната прямо такой мощный замок закрыта? Так, я никуда сесть не могу. А, вот все. Приступим к завтраку. Вот, пожалуйста, хлеб, бекон. Сейчас яичность еще будет готова. Блин, хотя бы кофейку гладить, не успел. Зато я могу кофейку гладить, у меня есть кофеек с собой. С глазурью. Мне две, как гостю. Вообще, это как-то нечестно могло быть. Я тоже две пожарить или что? Не голодная, что ли? Нахомячилась, наверное, уже пока готовила. Опачки. Пленка только. А где птица? Проявочная. Так, ну что, проявим пленку, посмотрим, что там на ней спрятано. Что покажет нам эта пленка? Что это? Так, надо ее повешать на сушку. Ну, я, конечно, не знаю процедуру, на самом деле. Просто я... Так, подожди, где-то здесь что-то было сейчас. Я ни разу не проявлял. Я ходить не могу за... О, тихо-тихо-тихо-тихо. Где? Да блин, вот же только что. А, вот. Я просто сам ни разу ни капленку не проявлял. Таким вот способом. Что-то я не пойму, что там изображено. Как бы совсем. Но у нас, скорее всего, еще просто не готово. Так, потом сюда. Блин, прикинь, да, как раньше фотографии делали? Это же целая процессия, на самом деле, чтобы получить фотографию. Зато такая фотография, блин, долго существует. Хотя, я не знаю, как сейчас, допустим, у меня вот есть фотографии на Polaroid. Посмотрите, какого они качества. Они, по-моему, тоже еще до сих пор не испорченные. Хотя там тоже щелкнуло и... И готово. На. Похоже? Вот, компромат. Опачки, арестовали его. Ну-ка, рассказывай, святой отец. Почему ты не такой святой? Не понял. Так, наручники снимают. Что мне от него? Мне надо. О, перо. А здесь на что перо делает? Черно-желтый какой-то. Сейчас по макушке это даст? Не сидит. Хотя здесь должны быть камеры, по сути, или, знаешь, как зеркала, чтобы... А здесь вообще нет ни камеры, ни зеркал. Отлично. Так что я могу выходить? Ладно. А, это мы, типа, ему говорим, может идти, да? В общем, мы провели как бы допрос. А, и его освобождаем. Вот, и вот его жена. Да, явно он изменял ей нас, сука. Да. Сына просрал, жену просрал, неудачник. А вот и любой любовница, да? Я не пойму просто, чего они хотят от них узнать. Если вы, друзья, понимаете, да, вот всю эту суть, можете объяснить мне в комментариях, я буду очень рад. Что вообще вот. Ну, поймали мы... Этого, священника с любовницей. Вот, нашли мертвую птицу. Я пока просто не улавливаю суть. Может быть, если кто-то уловил и быстрее меня, то подскажите, я буду очень рад. Кофейку, кофейку. Конечно, надо хряпнуть. Кофейку, это святое. Радостная музыка. Чего? Кандалы. Фотографии, кандалы. Она что-то показала на правую часть. А, статуя. Типа она поняла, где это место, что ли? Угу. Что нам это дало? Так. Ну, чё? Эх, я думал, почитать дадут. Не дали нам почитать. То бишь, наш персонаж пытается по мере основного задания, так сказать, ещё и разузнать об нашей напарнице. Потому что что-то у неё... Что-то она скрывает. Какую-то боль на душе. Ну, хотя, с другой стороны, если скрывает, есть, наверное, смысл. Давай кофейку тоже жахнем. Чё там, пончики? Мы же не офицеры полиции, правильно? У нас, наверное, какое-нибудь поизящнее блюдо. Ну, чё, чокнемся хоть, может быть, а? Ну, как хочешь. О, бутерброд. Уфига там бутерброд, блин. Смотри, колбаса, сыр там, блин. А-а-а! Чё-то кушать захотелось. Ха-ха-ха-ха! Военные? Военные поехали в сторону Арп Сар... Эта... Сарватория. Там как будто Какое-то мероприятие готовится Судя по всему, да? Справа чисто Птички поют Нифига себе, чуть не сбили нафиг Так, я выйти не могу Ладно, она показывает, что мы с ВБР А ему, смотри, все равно, да? Нифига себе А что, раз такое может быть, что Сотрудников ВБР не пустят Я удивлен Ух ты Мы удостоились чести заправлять машину Уи-и-и Че себя на жужжит? Отлично Заправить Мы там такое ощущение, как будто мы там Литров пять залили всего лишь О Бизон Это мне подарок Давай Я могу дверь, по-моему, открыть Опачки По-моему, мы спалились Не, ну я, конечно, все понимаю Что там такого в деле написано Что Так вот просто бросить напарницу Кто Все-таки Или подругу Я не знаю, кто она Ну, скорее всего, напарница Просто Бросила на улице Где-то на трассе Хрен знает, хрен знает Поведение, конечно, достойное Достойное По сути, что такого Она там скрывает Что, ну, допустим Напарница просто решила пробить Что Не за напарник Узнать ее побольше Например, она молчаливая Да, ничего себе не рассказывает А тут Ну, решила Не узнать чуть побольше А она взяла и психанула Ну Девушки, господа Собственно, это мы, пожалуй Закончим сегодняшнюю серию Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комментарии Вы можете давать Какие-то подсказки Только если вы уже Сами прошли эту игру Не надо спалилить Именно подсказки Вот на данной серии Если вы вдруг поняли Ту или иную суть Истории То можете мне Объяснить Я с удовольствием ее Прочту Чтобы дальше самому Понимать Что вообще происходит Всем пока